BBC English или Received Pronunciation, RP, хотя они иногда и рассматриваются в некоторых источниках как некий престижный вариант британского, вариант английского языка, типа того, на котором разговаривают лондонцы, жители ближайшей территории, но это не совсем верно. Вот это самое принятое произношение, Received Pronunciation, это не региональный вариант, это не диалект, это скорее, если подбирать более точный термин, это вполне себе социалект, и он как раз, этот социалект, призван скрывать некие региональные различия, даже не некие, а всякие региональные различия, он их призван скрывать, нежели чем их подчеркивать. К 19-20 веку в Британии диалекты это скорее удела, что ли, простонародья, элита, где бы ни было при этом их, где бы ни находилось, я имею в виду их родовое поместье, то это элита все-таки имела тенденцию говорить на своем языке частных школ и престижных университетов, которые она, собственно, оканчивала. Если человек вдруг брал да и говорил на варианте английского, в каком-то региональном варианте английского, если вот этот человек был такой, чтобы по его произношению можно было сказать, откуда он приехал, то это скорее означало, что он, скорее всего, довольно-таки далек от зажиточного среднего класса и, скорее всего, даже он не очень хорошо образован. С этих позиций, конечно же, забавно, как в Китае или в России, например, на курсы английского стремятся затащить любого носителя. И пусть его он нас научит своему британскому английскому. И при этом довольно очевидно, что затащить выпускника Оксфорда или Кембриджа на коммерческие курсы куда-нибудь, где-нибудь в Ростове, на Дону или, я не знаю, в бывшей Астане, это не очень возможно, прежде всего, не очень возможно с финансовой точки зрения. А нахватываться каких-то ливерпульских или манчестерских интонаций, если вы потом хотите поехать на конференцию поразить всех своих изысканным британским произношением, то это вот не самая восхитительная идея, я имею в виду, в обязательном порядке разыскивать какого-то вот такого носителя. Понятное дело, социолекты и диалекты в Британии сейчас активно, как и повсеместно, наверное, размываются. И BBC English уж не тот, что когда-то был ранее. И иммигрантов понаехало, в частности, в Британию столько, а жители внутри страны еще перемещаются все чаще, что вот от диалектов скоро останутся рожки-доножки. Будет, как в России, еще пойди по деревням, сыщи эти самые диалекты. Ну, тенденция весь XX век была такова, что чем выше по социальной лестнице носители британского варианта английского языка находились, тем меньше между ними было разницы. И средний класс уже к концу XX века фонетически почти, ну, умно выражаясь, так скажем, гомогенизировался, выровнялся, и это только пролетариат можно было отличить по своим каким-то местным говоркам, каким-то своим словечкам. Если раньше тенденция кунификации, стирания оригинальной границе в какой-то степени привела к этому received pronunciation, к этому принятому произношению, то в последние десятилетия, в последние десятилетия, как отмечают исследователи, эта тенденция обернулась против этого самого принятого произношения, так как BBC English стал ассоциироваться, ну, с неким обрыдлым таким истеблишментом, с таким зажравшимся несколько средним классом. Его даже иронично начали называть не received pronunciation, а что-то типа real posh, ну, по аббревиатуре RP, а posh – это как бы такой чопорный, надменный, недемократический во всех смыслах этого слова. Так что и социалектами все очень непросто. Крестьянство убило в Британии, по крайней мере, еще так называемое. Огораживание несколько, ну, уже довольно много, скажем честно, веков назад, еще на заре урбанизации. От аристократии на сегодняшний день непонятно вообще, что осталось. В основном остатки былого великолепия и всяческое, ну, и всяческое социально-демографическое размывание. Что касается рабочих, то они стали мобильнее в плане перемещений. А средний класс вообще впустился в глобализацию, вовсю и живет где хочет. А еще тут с мигрантами не все понятно. С одной стороны, старую добрую Англию наполняют беженцы из самых, ну, самых неблагополучных уголков планеты, как это часто и бывает с беженцами. А с другой стороны, тут даже в старый свет стекаются финансовые элиты со всего мира и там обучают своих отпрысков в, ну, условно говоря, Кембриджах и Оксфордах. И они же сметают, скупают недвижимость в самых престижных районах Лондона и так далее. И все как-то по-английски разговаривают. И попробуй, пойми, потом разбери, это оригинальный такой диалект или то, что вот это кто-то сейчас говорит, это какой-то социолект или это вообще просто иностранный акцент. И к носителям английского языка это отношение имеет. Этот произносительный, да и синтаксический вариант имеет к носителям отношение небольшое. Не могу сказать, что меня сильно вообще, ну, впечатляют данные социолингвистики в отношении класса и в отношении гендера. Потому что это все же довольно такая зыбкая почва. И если даже язык... Если даже язык как некое неделимое, недискретное, абсолютное целое, и то в большей степени некая-то удобная фикция, которую мы сами себе рассказываем, мы сами в нее верим, это скорее вот эта удобная фикция, чем реальное положение вещей, даже сам язык, то с социолектами, всякой вариативностью на уровне социальной эстраты, гендера и возраста все еще тут более зыбко, туманно, и сыпуче, и текуче. Редко когда можно сказать, что бедняки говорят только вот так, а знатные богачи только вот эдак, или мужчины говорят только так, а женщины только вот эдак. Обычно это вопросы, все вопросы частотности. С другой стороны, хорошо математические модели и методы по всему применяются, и, например, социоледвисты чертят таблицу, график или блок-схему, и там на ней видно, на этой блок-схеме какой-то, что, например, есть некая тенденция, что чем выше, например, социальный статус говорящего, тем больше, например, в конкретном районе, в исследуемом районе, тем больше в его речи, ну, допустим, поствокалического р, то есть слова произносятся на манер floor, car, forth и так далее. Вместо floor, car, forth, без ввода и поствокалической р. Ну, что еще называется в англоязычной литературе термином эротик, эротисити, что не очень сильно переводится на русский язык. Или же измеряют, сколько раз кто не произносит h в начале слова. Тоже есть много таблиц и схем на эту тему. Ну, это из слабой английской передыхательной такой h, передыхательной в смысле, что это всего лишь звук, звук еле слышного выдоха, то у него, конечно, у этого звука есть тенденция то включаться, то выключаться, то произноситься, то не произносится. Но, опять же, напомню, что данные таких таблиц работают обычно только в пределах одного конкретного региона, что, типа, например, престижно и типично для западного побережья США, где-нибудь в районе между Голливудом и Силиконовой долиной, то, скорее всего, совсем не так будет обстоять дело на буржуйском острове Нантакет, где гнездятся в летнем сезоне, особенно в Америке богатей со всего восточного побережья. И то это обычно все носит временный характер, об этом тоже стоит помнить, если вы читаете про некие данные, наблюдения, обобщения, которые собрал какой-нибудь Уильям Лобов, знатный, надо признать, лингвист, социолингвист, и который он собрал в середине 60-х годов 20-го века, если вы это читаете, то эти данные уже для 70-х, даже 80-х годов могут быть нерелевантными и невалидными, не говоря уже о дне сегодняшнем. По мужчинам и женщинам тоже данные не всегда впечатляют, по крайней мере, для крупных европейских языков, в частности, для английского и русского. Да, есть дикие племена, в которых мужчины фактически разговаривают на одном языке, а женщины разговаривают на другом языке, но это любопытно, разве что с позиции олвау, типа, любопытно, что и так где-то бывает, надо же, какая дикость, и так далее. Хотя из важных социолингвистических открытий, кстати, которые подтверждены очень большим количеством независимых исследований на самых разных языках, на материале самых разных языков, в отношении как раз вот гендерных различий. Это все. Открытие, в общем, в том, что женщины и даже девочки имеют склонность, довольно многократно подтвержденную склонность, больше ориентироваться на некую престижную, стандартную норму, то есть говорить, как правильно, как учительница говорит в школе, как говорят по радио, и как говорят по телевизору. Мужчины же, в особенности мужчины помоложе, то есть пацаны-подростки, больше расположены к неформальному трепу, к ненормативной лексике, ненормативному синтаксису, также имеют предрасположенность к диалекту из местности, к сохранению и удержанию и во взрослую жизнь перенесению этого диалекта из местности, в который они родились и выросли. И из своего даже преподавательского опыта я бы тоже подтвердил данную тенденцию, в том смысле, как мне кажется, что девушки и женщины больше, что ли, стремятся говорить на более правильном английском, точнее, они выше ценят вот эту вот саму правильность и строже относятся к собственным ошибкам и к языковым ошибкам согруппников и согруппниц. По поводу объяснений для этого феномена. Феномена, то есть, что женщины тяготеют к стандарту и норме и более престижным речевым вариантам объяснений имеется в вагоне маленькая тележка. И все они в равной степени похожи на правду и хочется тут чесать репу и думать часами, что же тут верно, а что неверно. И в то же время ни одно из этих объяснений не подтверждается вот экспериментальными данными настолько, чтобы стать самым главным и таким железобетонным объяснением наблюдаемых экспериментальных данных. Сначала писали, что женщина, мол, особенно неработающая, такие, так сказать, наиболее депривированные. Им же надо как-то выражать свой статус. Делом они это сделать толком не могут, поэтому им остается только слово. Потом экспериментальные данные показали, что работающие дамы ничуть не меньше стремятся говорить правильно и престижно. Потом, поэтому возникла гипотеза, что женщины, они как бы хранительницы очага, устоев, порядка, нравственности и так далее, вежливости, этикета, они хранительницы всего этого даже на языковом уровне. При этом феминистки бурно заговорили, заверещали, что это просто девочек с детства ущемляют в свободе, в том числе, когда дело доходит до лингвистического до лингвистического самовыражения. В чем, кажется, есть доля правды? Ну, действительно, пацанам вообще больше сходит с рук. Типа, они же мальчишки, им даже в какой-то степени положено плохо себя вести, шарить, баловаться, драться и скверно словить. А ты же, мол, девочка, ты должна вести себя прилично, то есть весь вот этот шейминг, как бы сейчас выразились модные слова, весь этот шейминг, это английское слово стыд, шейминг самых молодых ногтей. Предлагали еще объяснение, что женщины, они же типа матери и старшие сестры, они привыкли, что на них висит обязанность по воспитанию подрастающего поколения, а скверно словить, когда тебя все время слушают дети, ну, как-то не очень, знаете, тянет. Под скверно словить я не обязательно подразумеваю какую-то нецензурную, такую подзаборную ругань и брань, а в том числе просто, имею в виду, просто сниженную в стилистическом плане лексику и грамматику. Другие же группы условных феминисток предположили, что женщины, как и дети, мол, группа низкостатусная и подавляемая, соответственно, гегемонная, что называется, маскулинностью, и как и любые подчиненные женщины, поэтому вынуждены быть вежливыми, осторожными, осторожными в обращении с низкостилевыми словечками и фразочками, а то что, если вдруг они скажут что-то такое резкое и вызовут на свои хрупкие плечи, гнев и ярость альфа-самца, который быстро у них отобьет охоту к словесным вольностям. Некоторые, наоборот, утверждают, что женщины такие вежливые и правильные в своем речевом репертуаре, потому что они социально продвинутые, умнее и хитрее, что они лучше чувствуют язык и умеют себя преподнести, жонглируя своими словами и своими фразами, соответственно, гегемонной, что называется, маскулинностью и как и любые подчиненные женщины, поэтому вынуждены быть вежливыми, осторожными, осторожными в обращении с низкостелевыми словечками и фразочками, а то что, если вдруг они скажут что-то такое резкое и вызовут на свои хрупкие плечи, гнев и ярость альфа-самца, который быстро у них отобьет охоту к словесным вольностям. Некоторые, наоборот, утверждают, что женщины такие вежливые и правильные в своем речевом репертуаре, потому что они социально продвинутые, умнее и хитрее, что они лучше чувствуют язык и умеют себя преподнести, жонглируя своими словами и своими фразами, себя позиционируют они так при помощи слов так, будто они из более престижной социальной страты, чем есть на самом деле. Версия находит отклик, кстати, в сердцах многих, особенно тех, кто вообще замечает, что даже на странные языки на вечерние курсы, например, приходят изучать в основном девушки, но если это группы не экзаменационные, а общий английский для себя, для работы и так далее. Ну и филологические профессии также пользуются большим спросом у девушек и, возможно, не потому, что их не берут на пизмат, а потому что, ну, кто знает, может быть, реальные языковые способности у хомо сапиенс женского пола развиты чуточку лучше. Кто знает, мало ли, не доказано окончательно, ну и не опровергнуто окончательно. Ну, существует еще, конечно же, попытки объяснить вышеозначенный языковой феномен тем, например, что у женщин и мужчин разные механизмы социальной мобильности, особенно, особенно если речь идет о более традиционных или, я даже бы сказал, традиционалистских обществах или о западном обществе, но не сегодняшнем, а не сегодняшние дни, а об обществе 50-ти более летней давности. Типа молодой мужчина собрал чемоданы, переехал, уехал на заработки из своей загнивающей деревушки в большой город, что для женщин, в свою очередь, из маленького городка или деревушки часто было сложнее сделать. Кроме как через брак, то есть выйти замуж, условно говоря, замосквича или лондонца, поэтому девушки с подросткового возраста в русле этого процесса урбанизации и подгоняемой вперед процессами социальной мобильности, они начинали ориентироваться на речевые образцы более престижные, более образованные, более городские, ну, в расчете на... и часто в правильном, наверное, расчете на то, чтобы для начала хотя бы как-то лингвистически дистанцироваться от своего, так сказать, болота, от своей социально непрестижной, скучной, постылой деревни. В то же время мужчинам даже при переезде не обязательно хотелось, согласно данным и размышлениям социологов, мужчинам не обязательно хотелось рвать связи с родной деревней, и даже наоборот, возможно, хотелось поддерживать как-то связь, связь вместе с ними, переехавшими людьми, земляками и через язык в дополнение ко всему прочему демонстрировать свою групповую солидарность со своими ну, вот такими корешами из родной провинции. С другой же стороны, возможно, сама постановка вопроса неверная. Возможно, это не женщины, которые ведут себя странно, а и правильный вопрос был бы не почему женщины говорят правильно, а почему пренебрегают вдруг языковой нормой и используют вот эти вот развязные, разговорные, откровенно сленговые, дилектные варианты мужчины. Опять же, объяснение часто сводится к концепции гегемонной маскулинности и так называемому мачизму. Типа мужчинам приходится сквернословить и выходить за рамки лингвистических приличий, дабы продемонстрировать, что они такие крутые, что и правила для нежных барышень, языковые правила, в том числе только для нежных барышей написаны, им закон таким крутым и сильным не писан. Ну и вообще социальное поведение и по количеству убийств, и по хулиганству, это преимущественно, как мы знаем, мужские развлечения. Почему спрашивается с языком должно быть иначе и что тут объяснять? Это не значит однозначно, что мужчины пренебрегают престижной нормой. Думаю, поведение мужчин, очевидно, не менее это не менее про статус и про престиж, чем поведение женщин. Только престижные формы тут могут быть разные. В то время, как для благородных девиц престижная вежливо-нейтральная форма, вежливо-нейтральная форма с аристократическими такими нотками, то для пацанов с района престижно перенасыщенной, нецензурщенной сленгом речи с подворотни, даже если эти пацаны уже, надо признать, давно уже выросли, возмужали и занимают теперь руководящие посты и так далее. Иными словами, женщины в языковом плане играют как бы на повышение мужчин, на стилевое понижение. А вообще существует вероятность, что открытие про языковые отличия между мужчинами и женщинами не требует никакого объяснения, потому что оно в принципе ошибочное. То есть ученые напортачились с экспериментами и теперь пытаются все обработать данные, не соответствующие действительности, что мужчины и женщины никаким образом не отличаются своим речевым поведением. В этом ключе про статус и правильность не исключено, что речевое поведение женщин вообще больше искажалось самими условиями проведения экспериментов, так как их интервьюировали по крайней мере в штатах белые мужчины с высоким социальным статусом ученых лингвистов и не исключено, что женщины говорили правильнее своих мужей, это еще одна гипотеза, они говорили правильнее своих мужей, потому что в тех выборках статистических на том отрезке времени женщины часто совершали небольшой мезальянс и выходили замуж за менее образованных самцов и разница в речевом поведении в тех исследованиях, на которые все ссылаются, объяснялась тем, что выбранные мужчины и выбранные женщины говорили по-разному, потому что реально принадлежали к разным социальным группам. Вывод. Ну так, что лингвистические эксперименты не так просто организовать грамотно, как любые научные эксперименты, пожалуй, даже в клинических испытаниях порой даже, наверное, легче устроить опыт таким образом, чтобы исследования были с репрезентативной выборкой, чтобы они были рандомизированы, двойные, слепые, поцебо-контролируемые и так далее. В общем, как положено. Возможно, еще что-то дело было не в испытуемых, а в испытателях. Если интервьюер был белым мужчиной средних лет среднего класса, вот если интервьюер был белым мужчиной средних лет среднего класса и интервьюируемый тоже был белым мужчиной средних лет среднего класса, то вполне вероятно, что, ну, будучи близкими в социальном плане, люди просто позволяли себе большую степень неформальности в речи, а ученые подумали, что мужчины, в принципе, со всеми разговаривают так неформально. Упс, что называется. Возвращаясь к теме правильной организации экспериментов, тут надо еще принимать во внимание разнообразные когнитивные искажения, в частности, искажения атрибуции. Классический пример из психологии, ну, когда мы видим, как Вася, например, пинает стиральную машину изо всех сил, мы думаем, какой же он все-таки агрессивный псих, а на самом деле у него просто был реально тяжелый день, и вообще он, Вася, очень сейчас в непростой жизненной ситуации, и с работы его незаслуженно уволили и так далее. А также, то есть, и с языковыми штуками, мы думаем, что Джейн более литературно выражает свои мысли, чем Джон. В реальности Джейн, ну, например, расспрашивал про празднование Рождества некий седовласый академик, а в случае Джона было интервью, его, ну, собеседовал сверстник, и болтали они про тачки, про тачки и про бокс. Да, конечно, возможно, организаторы эксперимента хотели как лучше, и задавали респондентам те вопросы, на которые, как им казалось, горе-испытателям, горе-экспериментаторам, как им казалось, они получат более развернутые, заинтересованные ответы, если будут говорить с Джейн про празднование Рождества, а с Джоном про тачки и бокс. А получилось, получилось не как лучше, а как всегда. И тут действительно есть над чем подумать из личного опыта, кстати, наблюдения, как мне покажется, наблюдения в тему. Вот, допустим, снимаю я в Российской Федерации квартиру, и арендодатель, допустим, тоже, ну, не допустим, реально, а тоже мужчина, плюс-минус моего возраста, сугубо деловые у нас, но мы же вроде как там в книге джунглей, мы с тобой типа одной крови, то есть близки в плане гендера, в плане возраста, оба горожане, оба с высшим образованием, и отношения партнерские, он сдает, я снимаю, или наоборот. И тут вот в языковом плане нам сложновато. Мы то на вы, то случайно перейдем на ты, то потом снова кто-то отступит и перейдет на вы. И в плане приветствия тоже, как бы, сложно, потому что привет, ну, иногда можно, и привет, ну, как-то это не знаешь, уместно ли. Мы же толком и незнакомы и, ну, уж недружбаны точно, поэтому нейтральные, малость фамильярные формы какие-то приходится выдумывать, какие-то такие средние. Не добрый день, а день добрый человек или какое-нибудь полуироничное, типа, Сергей приветствую. Вместо совсем уже дружеского, фамильярного Сергей привет. И для сравнения как раз к вопросу о гендерных особенностях отмечу, что вот в случае аналогичном, тот же город, та же ситуация, та же ситуация квартиросъемщика и арендодатели, но арендодатель женщина. Тот же возраст, то же социальное положение и никаких при этом лингвистических проблем, что всегда и без вопросов на «вы», потому что «ты» в данном контексте не совсем возможно, потому что это уже будет тогда почти флирт, а отношения деловые и с приветствиями можно вполне себе официально деловое позволить и «здравствуйте», и «добрый вечер» и так далее. Тоже гендерная лингвистика.